Сложение однозначных чисел Сложили таблицы и запоминали их. Сейчас мы сможем проверить ваши знания, ранее изученных тем. Подумайте, какое число пропущено. Итак, 9 нужно прибавить 5, чтобы получилось 14. А 12 сколько нужно отнять, чтобы получить 8? Вспоминаем, 12 это 8 и 4. На какое число нужно уменьшить 11, чтобы получить 4? Вспоминаем, 11 это 4 и 7. Подумайте, какие можно составить равенства и найти ответ. Увеличьте 10 на 4. Это значит, к 10 прибавим 4. Первое слагаемое 9, второе слагаемое 5. Найдите сумму. К 9 прибавляем 5, получаем 14. Найдите сумму чисел 8 и 6. 8 плюс 6 равно 14. Оба слагаемых равны 7. Найдите сумму. 7 плюс 7. Ребята, что общего в этих равенствах? Эти равенства обозначают сумму. Скажите, как изменяется первое слагаемое? Первое слагаемое уменьшается на 1. Как изменяется второе слагаемое? Второе слагаемое увеличивается на 1. Вы догадались, какой будет ответ в последнем равенстве? Да, тоже 14. Если одно из слагаемых уменьшается, второе слагаемое увеличивается на такое же число, то сумма не изменяется. Посмотрите на следующие суммы. Что общего в них? Второе слагаемое равно 7. Ребята, вы догадались, что сегодня мы с вами будем прибавлять число 7 к другим числам. Ребята, посмотрите, сколько желтых кругов? 9. Сколько красных кругов? 7. Как? К 9 прибавить 7. Для этого нужно к желтым кругам добавить 1 красный, чтобы дополнить 9 до 10. А потом добавить остальные круги. Потому что 7 – это 1 из 6. Значит, к 9 прибавить 7, получаем 16. Сколько желтых кругов? 8. Сколько красных кругов? 7. Как к 8 прибавить 7? Для этого к 8 желтым кругам мы добавим 2 красных круга, для того, чтобы 8 дополнить до 10. А потом прибавим остальные круги. Так как 7 – это 2 и 5. Значит, к 8 прибавить 7, получим 15. Сколько желтых кругов? 7. Сколько красных кругов? 7. Как к 7 прибавить 7. Для этого к желтым кругам мы добавим 3 красных круга, чтобы 7 дополнить до 10. А потом остальные 4 круга, потому что 7 – это 3 и 4. Значит, к 7 прибавить 7, получаем 14. Мы с вами изучили 3 случая прибавления числа к 7 и другим числам. По частям. Вам эти примеры нужно хорошо запомнить. А теперь, ребята, мы проверим с вами изученные способы сложения в решении задачи. После чаепития в одной коробке осталось 6 конфет, а в другой – 4. Сколько конфет осталось в обеих коробках? Ребята, о чем говорится в задаче? В задаче говорится о конфетах. Где хранились конфеты? Конфеты хранились в коробках. Сколько было коробок? Коробок было 2. А что надо узнать в задаче? Сколько конфет осталось в обеих коробках? Скажите, какое слово нас здесь может запутать? Ведь в вопросе есть слово «осталось». А мы знаем, что когда мы отвечаем на вопрос со словом «осталось», мы используем действие вычитания. А что, здесь конфет осталось меньше? Нет. Давайте посмотрим на два кратких условия. Какое из этих условий подходит к нашей задаче? Конечно же, подходит второе, так как нужно узнать, сколько конфет осталось в обеих коробках. Как мы узнаем, сколько конфет осталось в двух коробках? Для этого мы к 6 прибавим 4 и получаем 10. Значит, формируем ответ «в коробках осталось 10 конфет». Ребята, мы эту задачу решали одним действием или двумя? Одним. Значит, эта задача простая или составная? Эта задача простая. Решим еще одну задачу. Какая сумка тяжелее? Если в одной 3 килограмма капусты и 2 килограмма моркови, а в другой 6 килограммов картофеля. На сколько килограммов? Ребята, о чем говорится в задаче? В задаче говорится об овощах. Где овощи находились? Они находились в сумках. Сколько было сумок? Две. Что нам известно про первую сумку? Что в первой сумке было 3 килограмма капусты и 2 килограмма моркови. Что известно про вторую сумку? Что в ней находилось 6 килограммов картофеля? Обратите внимание, что в этой задаче сначала вопрос записан, а потом условия. Скажите, сможем мы сразу ответить на вопрос, какая сумка тяжелее? Нет, не сможем, потому что нам неизвестно, сколько килограммов овощей в первой сумке. А мы сможем узнать? Да, сможем. Как? Нам нужно к 3 прибавить 2 и получим 5 килограммов овощей находится в первой сумке. Ребята, зная, что во второй сумке 6 килограммов, мы узнали, что в первой сумке 5 килограммов. Можем узнать, какая сумка тяжелее? Да, вторая сумка тяжелее, потому что 6 больше 5. А на сколько тяжелее? Чтобы сравнить два числа, нужно от большего отнять меньшее. Итак, мы узнали и запишем в ответе, что на 1 килограмм вторая сумка тяжелее первой. Ребята, давайте сравним числовые выражения с числом. Значение суммы 3 и 10 равно 13. 13 меньше 15, вставляем знак меньше. Значение разности 9 и 4, 5. 5 меньше 6, вставляем знак меньше. 16 нужно сравнить с суммой чисел 8 и 6. Значение суммы 8 и 6 равно 14. 16 больше 14. 11 сравниваем с суммой чисел 7 и 4. Значение суммы 11, значит, вставляем знак равно. Итак, ребята, с какими новыми случаями сложения мы сегодня познакомились на уроке? Мы сегодня научились прибавлять 7 к другим однозначным числам по частям. Кто же смог их запомнить? К 9 прибавить 7, нужно 7 разложить на 2 удобных числа, на 1 и 6. К 9 добавляем 1, получаем 10. И к 10 добавляем 6, получаем 16. Чтобы к 8 прибавить 7, 7 раскладываем на 2 удобных слагаемых. На 2 и 5 получаем 15. 7 плюс 7 равно 14. Так как 7 мы добавляем до 10, это будет 3. Одно первое удобное слагаемое. И второе будет 4. Поэтому получаем 14. Дома я рекомендую вам для формирования вычислительных навыков запомнить изученные случаи сложения, выполнить задание 1 на странице 70. На этом наш урок закончен. Спасибо за внимание. Здравствуйте, дорогие первоклассники! Тема нашего урока – звуки и буквы. Сегодня на уроке мы будем учиться различать звуки и буквы, определять количество звуков и букв в слове. Предлагаю послушать сказку. Жили-были в одной волшебной стране звуки. Страна была крохотная, жителей было мало. Никто их не видел, так как они были невидимками. А вот слышать их было можно. Шесть звуков были певцами. За их певучесть и голосистость их прозвали гласными. Остальные тоже были добрыми, хорошими звуками, но петь не умели. Они очень дружили, во всем соглашались с гласными, любили стоять с ними рядом и назывались они согласные. Много времени прошло с тех пор, как поселились в одной волшебной стране звуки. Однажды в той стране появился волшебник из другого королевства. Ему так там понравилось, что он захотел поближе познакомиться с ее жителями. А когда узнал, что все жители невидимки, то очень огорчился. Но он был добрым волшебником и решил каждому жителю подарить по волшебному платью. Каждый звук получил платье, не похожее на другие. Стоило его надеть, как сразу звук становился видимым и превращался в букву. Букву можно было видеть, изобразить, нарисовать, написать. Волшебник был очень доволен, ведь теперь он мог назвать звук по имени. Так они и познакомились. Ребята, а вы догадались, чем отличаются звуки от букв? Верно, звуки мы слышим. А чтобы их увидеть, мы надеваем на них одежду в виде знаков. Букв. Звук – это минимальная единица звучащей речи. Звуки мы слышим и произносим. Буква – это знак для обозначения звука на письме. Буквы мы пишем, называем и видим. В русском языке 42 звука – 6 гласных и 36 согласных. Гласные звуки бывают ударными и безударными. Согласные звуки бывают глухими и звонкими, твердыми и мягкими. Причем твердые и мягкие звуки в русском языке обозначаются одной и той же буквой. Например, в слове «код» твердый согласный звук «к» обозначен буквой «к». И в слове «кит» мягкий согласный звук «к» обозначен буквой «к». Обратите внимание, тысячи разных звуков окружают человека. А из каких звуков складываются слова? Из звуков человеческой речи. Эти звуки возникают тогда, когда работают органы нашей речи. Язык, губы, зубы и голосовые связки. Звуки обозначены на письме буквами. В русском языке 33 буквы. 10 гласных, 21 согласная, мягкие и твердые знаки. Все буквы можно разделить на три группы. Буквы, которые звуков не обозначают мягкий и твердый знак. Буквы, обозначающие два звука. Е, Ё, Ё, Я. И буквы, обозначающие один звук. То есть все остальные. Попробуем сейчас составить звуковую схему к слову «маяк». Для начала разделим слово «маяк» на слоги. Ма-як. В слове «маяк» два слога. Поставим ударение. Маяк. Ударение падает на второй слог. Составим звуковую схему. В первом слоге «ма» звук «м» и звук «а» образуют слог слияния. Твердого согласного звука, обозначаем синим цветом, и гласного звука, обозначаем красным цветом. В слоге «як» буква «я» обозначает два звука «й», «а», и образует слог слияния. Мягкого согласного звука, обозначаем зеленым цветом, и гласного звука, обозначаем красным цветом. В последнем слышим звук «к». Он является твердым, обозначаем синим цветом. В схеме мы также указываем количество слогов и ударения. Составим звуковую транскрипцию к слову «маяк». Транскрипция записывается в квадратных скобках. Ребята, а чем различаются буквенные и звуковые обозначения? Верно, они различаются написанием. Например, буква «я» может обозначать два звука «й», а это мы указываем в схеме. Также в звуковом обозначении указывается мягкое сокласного звука с помощью апострофа. Апостроф – это орфографический знак в виде запятой сверху. В транскрипции мы записываем слово так, как мы его слышим. Подсчитаем количество звуков и букв в слове «маяк». В слове «маяк» у нас четыре буквы и пять звуков. Почему звуков оказалось больше, чем букв? Верно, в слове «маяк» буква «я» обозначала два звука «е», «а», поэтому количество звуков оказалось больше. Составим звуковую схему к слову «ель». В слове «ель» буква «е» в начале слова обозначает два звука «и», «э», которые образуют слог слияния. Мягкого согласного звука обозначаем зеленым цветом и гласного звука обозначаем красным цветом. В конце мы слышим звук «л», обозначаем зеленым цветом. Слово «ель» является односложным, то есть состоит из одного слога, поэтому ударение в этом слове мы не ставим. Подсчитаем количество букв и звуков в слове «ель». В слове «ель» три буквы и три звука. А для закрепления изученного предлагаю выполнить следующее задание. В первой строчке нужно найти слово, в котором звуков столько же, сколько и букв. Во второй строчке нужно найти слово, в котором звуков больше, чем букв. И в третьей строчке нужно найти слово, в котором звуков меньше, чем букв. Проверяем. В слове «утюг» звуков столько же, сколько и букв. Четыре буквы и четыре звука. В слове «яма» звуков больше, чем букв, потому что буква «я» в начале слова обозначает два звука «и», «а». В слове «три буквы» и «четыре звука». В слове «льдина» звуков меньше, чем букв, потому что «мягкий знак» звука не обозначает. В слове «шесть букв» — «пять звуков». Итак, на уроке мы научились различать звуки и буквы. Научились определять количество букв и звуков в слове. Рекомендую выполнить самостоятельно упражнение «четыре» на странице «сорок семь». Спасибо за внимание. Урок окончен. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы обсудим, на мой взгляд, очень интересную тему. Я предлагаю вам самостоятельно ее определить. Послушайте, пожалуйста, стихотворение и посмотрите на экран. Солнце село за селом, спят суницы, сойки спят. Спит в реке усатый сон, спит и лес, и степь, и сад. Стадо спит, пасту и пес. Всех сон в страну свою унес. Вы, наверное, догадались, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, а если не догадались, отгадайте загадку. Что можно увидеть с закрытыми глазами? Конечно же, ребята, это сон. Думай, что все вы знаете, что такое сон. Итак, сегодня мы узнаем, зачем же мы спим ночью. Попробуйте ответить на этот вопрос. Посмотрите на экран. На уроке сидят мальчики. На первой картинке мальчик поднимает руку и очень активно себя ведет. А на второй картинке мальчик спит. Как вы думаете, ребята, кто из них ночью хорошо спал? Я думаю, что вы догадались, что это мальчик на первой картинке. Зачем же человек спит? Чтобы ответить на этот вопрос, прослушайте, пожалуйста, стихотворение. Бродит сон по коридору. Ночью он пришел к Егору и хотел ему присниться. Только мальчику не спится. Сон подумал у порога. Подождать решил немного. Два часа ходил, взевал, но Егор не засыпал. Сон на вешалке крючком. На обоях все цветочки десять раз пересчитал, но Егор не засыпал. Хватит, сколько можно ждать. Сон побрел в свою кровать. Он ужасно утомился, лег и сам себе приснился. Правильно, ребята, в стихотворении говорилось о том, что Егору спать не хотелось. Давайте прочитаем слова мудрой черепахи. Для того, чтобы хорошо выспаться, нужно вовремя ложиться спать. И правильно готовиться ко сну. Давайте вместе с вами подумаем, что можно делать перед сном и нужно, а чего делать категорически нельзя. Нельзя долго смотреть телевизор. Много и поздно есть перед сном. Играть в громкие шумные игры. Прыгать, бегать, слушать громкую музыку. Можно прогуляться перед сном. Почитать, почистить зубы. Проветрить комнату, где ты будешь спать. Предлагаю вам сыграть игру. Посмотрите на экран. Там записаны слова. Отгадайте, какие слова помогут вам сладко заснуть. Это слова простынка, пижама, подушка, кровать и одеяло. Как только говорим эти слова, сразу хочется спать. Но нам спать пока еще рано. Мы продолжаем с вами работать дальше. А еще, ребята, хорошо уснуть. Деткам раньше помогала специальная песенка. Вы, наверное, догадались, что эта песня называется «Колыбельная». Ее мамы поют своим деткам. Поговорите со своей мамой. Пусть она вспомнит, какую колыбельную песню она пела вам в детстве. Посмотрите, многие люди не могут ночью спать. Подолгу своей профессии. Это такие люди, которые работают пожарником, полицией, врачи, пекарем. Вы спросите меня, а что, эти люди вообще не спят? Нет, они спят. Но спят днем, после дежурства, тогда, когда нас охраняют другие. Обойтись без сна человек совсем не может. После активного проведенного дня ему нужно обязательно отдохнуть. Поэтому спать нужно обязательно. Ребята, а как вы думаете, только люди спят или кто-то другой тоже спать хочет? Конечно же нет, животные тоже спят. Послушайте стихотворение Ирины Токмаковой. Ночью темень, ночью тишь. Рыбка, рыбка, где ты спишь? Лисий след идет к норе, след собачий к конуре. Белкин след ведет к дуплу, мышкин к дырочке в полу. Жаль, что в речке на воде нет следов твоих нигде. Все животные, конечно же, тоже спят. Посмотрите, пожалуйста, все они спят в своих жилищах. А как спят домашние животные? Понаблюдайте за своими животными и расскажите маме и своим друзьям. Но не все животные, ребята, спят ночью. Посмотрите, эти животные спят днем. Ежики, совы, жучки, летучие мыши. Все они ночью охотятся, а днем спят. Нужно обязательно почистить зубки. Проветрить комнату. Можно прочитать книжки. Нельзя есть на ночь. Нельзя играть в шумные игры. Нельзя драться или смотреть страшные фильмы. Итак, ребята, мы сегодня с вами узнали, зачем же нужно спать ночью. Я надеюсь, что вы будете соблюдать все правила, которые мы сегодня с вами услышали. До свидания, ребята. Наш урок окончен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова